Зеленоглазая красавица. Одна из самых привлекательных девушек в индустрии взрослых развлечений. Просто комета мира порно с крайне ярким хвостом. Адриана Чечик родилась 4 ноября 1991 года и выросла в Филадельфии, Пенсильвания. Ее воспитывали приемные родители, а своих настоящих родителей она не знает. Корни Адрианы остаются загадкой и она не стремится их узнавать. Псевдоним выбрала из двух имен. В свое время ей запомнился режиссер Джеремая Чечик, причем запомнился не сам режиссер, а именно звучание его фамилии. Фамилия Чечик имеет тюркское происхождение и в переводе означает цветок. Поиск имени не составил особого труда. Первое, что пришло в голову, кроме членов, это, разумеется, первая буква алфавита А. А первое имя, которое ассоциировалось с буквой, было Адриана. Так и появилась Адриана Чечик. Она училась на биохимическом факультете Дрексельского университета и сама называла себя ботан. Девственность Адриана потеряла 18 лет. До порно у нее был всего один парень, что по меркам порно довольно сдержанно. Поэтому во взрослый бизнес она пришла практически без пробега. Хотя не скрывает, что у нее был большой опыт орального секса. Также в школьные годы была связь с девушкой. И Адриана утверждает, что это был и остается лучший секс в ее жизни. В старшей школе познакомилась со стриптизершей, которая в дальнейшем стала ей подругой и привела цветок в стриптиз. В 2012 году они вместе переехали в Майами с целью покорить этот город. И после пары выступлений Адриане предложили сниматься во взрослом кино, на что она охотно согласилась. Дух и атмосфера порно-бизнеса понравились. И девушка решила, что такой заработок ей подходит больше. Спустя два дня после появления на съемочной площадке актриса уже снялась в своей первой сцене. Подруга так и осталась в стриптизе. Однако Адриана говорит, что позже подруга как-то связывалась с ней в фейсбуке и интересовалась особенностями работы в порно. Так что, возможно, у нас скоро появится новая звезда. Первая сцена далась ей не совсем легко, ибо сексуального опыта у нее было мало, а сцена оказалась групповой. GMG. Со слов самой Адрианы, сначала она нервничала, потом просто пыталась доставить удовольствие партнерам и совершенно не думала о себе. Позже Ципа пришла к пониманию, что главное в качественном пореве – это актерская игра. Первая сцена ей очень понравилась, и быстрое понимание профессии дало хороший трамплин для дальнейшей карьеры. Порно помогает ей чувствовать себя настоящей женщиной. До карьеры Адриана не подозревала, насколько она порочна, как сильно она любит секс и как он сводит ее с ума. Своей лучшей сценой Адриана считает сцену из фильма Internal Domination 8 с актером Мануэлем Феррера. И не зря. Именно этим она получила приз за лучшую анальную сцену AVN Awards 2015. У нее также нет предвзятости к возрасту или расе. Одному из ее партнеров чуть больше 40 лет. Она говорит, что секс с мужчиной, который намного старше, великолепен. И это ее заводит. Огромные черные парни также ее не пугают. Достаточно взглянуть на межрасовые сцены с ее участием. Она мечтает сняться в групповой сцене исключительно с девушками. Цветок подписан с такими монстрами порно-индустрии, как Bang Bros, Naughty America и другими менее известными студиями. О планах по завершению карьеры порнозвезда не сообщала. Поэтому своим появлением она еще долго будет радовать поклонников. В настоящее время в отношениях не состоит. Однако у Адрианы несколько секс-партнеров. И ненасытная дыра всегда в активном поиске. В свободное время занимается пешим туризмом. Но основного хобби не имеет. Считает себя обычной девушкой. Гуляет с друзьями, ходит в бары и много занимается сексом вне порно. Просто для себя. А говорит, что хобби не имеет. Как она сама заявляет, секс это неотъемлемая часть моей жизни. Слушает хаос, регги и ска. Обожает фильмы ужасов и зомби-апокалипсисы. Практически все слэшеры 80-х. Любимым фильмом считает техасскую резню бензопилой. Любимые сериалы. Настоящая кровь. Хемлок Гроу и Игра престолов. Девушка является игроманом. Любимая игра, в которую она играет в свободное время. В основном ММО или шутеры. В частности, это World of Warcraft и Call of Duty Black Ops. Адриана самостоятельно ведет твиттер, где регулярно общается с коллегами. И инстаграм. Заглядывайте туда для того, чтобы знать о новинках с участием звезды. Ну а с вами была Эви. Всем пока!